Первое, что отметил на совещании начальник штаба Котласской полиции Николай Демин, это общую стабильность оперативной обстановки в Котласе. Отмечен незначительный рост общего числа преступлений. Всего за 2017 год зарегистрировано 2054 случаев криминала. Это на 4% выше, чем в минувшем году. Также выросло количество умышленных убийств. В 2016 году было зарегистрировано 11 случаев, в 2017 уже 20. В 2,5 раза выросло количество разбоев. На 70% увеличилось количество преступлений в сфере незаконного оборота оружия. А вот количество краж, поджогов и угонов заметно снизилось. В целом по МВД в отчетном периоде меньше совершено таких составов, как умышленные причинения тяжкого вреда здоровью на 34,3%, причинение легкого вреда здоровью и побоев на 49,3%, грабежей на 16,3%, общего количества краж на 14%, поджогов на 27%, угонов на 27,2%, а также фальшивомонетничество на 50%. Одним из самых распространенных преступлений по-прежнему остается мошенничество. 251 случай. И это почти в два раза больше, чем год назад. При этом аферисты изобретают новые способы обмана людей. Взять хотя бы случай, произошедший в начале ноября в поселке Вычигодский. Женщина в поселке Вычигодский встретила молодого человека, вернее он пришел к ней домой. В ходе разговора представился курьером, предложил ей купить путевку в санаторий города Сыктывкара. Молодой человек быстро вошел в доверие к пенсионерке и в какой-то момент предложил купить у него путевку в санаторий. По его словам, практически даром всего за 6 тысяч рублей. Женщина, долго не раздумывая, отдала незнакомцу всю необходимую сумму. Пообещав, что вернется вскоре с документами, молодой человек исчез. А еще жулики часто представляются сотрудниками Котласского горводоканала. Так, в конце сентября в редакцию телеканала Котлас ТВ обратилась пенсионерка Галина Шергина. Команда аферистов-неудачников пыталась убедить ее поставить новые очистительные фильтры в квартире. Галина уже готова была согласиться на это, но афера мошенников раскрылась самым неожиданным образом. Приглашенный якобы специалист горводоканала уже раньше приходил к женщине домой. Правда, представлялся он другим именем, да и профессию тогда имел другую. Заходит парень молодой, тот же самый, я говорю, ой, здравствуйте, мы уже с вами виделись, он подошел с чемоданчиком, чемоданчик в руки и к дверям пошел. Сотрудники горводоканала еще раз напоминают, никакие фильтры в квартирах они не меняют. Работниками горводоканала такая работа на территории муниципального образования Котласа не проводится. Фильтры мы не закупаем, никому их не навязываем и тем более не предлагаем такой услуге, как установить эти фильтры. В целом рост мошенничества обусловлен сложностью раскрытия таких преступлений. Аферисты представляются сотрудниками известных фирм, в жертвы в основном выбирают пожилых людей, а в своей преступной деятельности используют интернет, подставные данные для банковских счетов и купленные с рук сим-карты. Лицо, совершившее данное преступление, вероятнее всего, находится не на территории даже Архангельской области, а в другом регионе. Какие-либо оперативно-расследственные действия длительное время приходится проводить, чтобы установить это лицо. Также на совещании в ОМВД России Котловский подвели итоги работы отдела ГИБДД. За 2017 год сотрудники ДПС пресекли более 25 тысяч нарушений дорожного движения. В целом эти цифры практически совпадают с 2016 годом. Особое внимание полицейских было направлено на водителей под шафе. Таких случаев было зарегистрировано более 400. Скажите, за что вас задержали? Да, да, да. А я не знаю, за что меня задержали. Я сидел в машине, в своей машине. Ну, я употреблял, но я сидел в машине. И никуда не ехали? Нет. А вы подъехали и вас прям вытащили сразу из машины? Нет. Зачем? Я приехал, вернее, я приехал-то трезвый. Ну вот, я сидел в машине, вот сидел в машине, хоп, и меня вытащили и сюда посадили. Говорят, я как будто бы куда-то ехал, а я никуда не ехал. Работу ОМВД России Котловский оценил и глава города Андрей Бральнин. Он еще раз подчеркнул, что прошедший год, год столетия нашего города, был насыщен событиями, в том числе множеством массовых мероприятий. Благодаря эффективной работе сотрудников полиции ни одного случая нарушения общественного порядка допущено не было. Говоря о задачах на 2018 год, глава города особо отметил предстоящие выборы, легитимность и отсутствие нарушений, на которых станет совместной задачей администрации Котлоса и ОМВД. Понятно, что мы вместе будем готовиться к этому мероприятию. Мы будем закупать металлоискатели для того, чтобы обеспечить на самых крупных участках осмотр граждан. Мы также усиливаем и меры безопасности в определенной степени. Ну и, конечно же, для вас это тоже интенсивный этап работы. Всего за 2017 год сотрудники ОМВД России Котловский раскрыли 1351 преступление. Одним из важных аспектов работы полицейских также остается не только раскрытие, но и профилактика преступлений и правонарушений. Так, благодаря проводимой профилактической работе в прошедшем году удалось добиться снижения количества бытовых преступлений более чем на 50%.